Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у меня видео будет о текстиле, потому что собралось как-то прям очень много и хочется, чтобы видео не было слишком длинное и вам показать все. Вот такая скатерть, она прям накрахмаленная, в очень-очень хорошем состоянии, крупный, вышита крестиком, очень крупная вышивка и она соединена всеми вот такими вот девятью квадратами, такая красивая, такое красивое тоже хлопковое кружево и кайма, она двойная ткань, все добротно сделано. Я так думаю, что, конечно, это ручная работа, это не заводская, потому что прям вот видно, что ручки работали от души и рисунок не повторяет. В смысле, два рисунка, смотрите, в центре вот такой рисунок и рядом квадратики вот такой рисунок, то есть она останавливает на себе взгляд. Вот так я покажу вам ее сверху, вот такая красивая, невероятная красота. Размеры, я думаю, что где-то метр двадцать на метр двадцать. Далее вот такая вот небольшая скатерка, может быть, восемьдесят на восемьдесят хлопок и вот такая мелкая, очень аккуратная вышивка крестиком. По краям тоже кайма идет, вышивка крестиком. Состояние отлично, только вот здесь обратила внимание на маленькое-маленькое пятнышко. А так, конечно, скатерть в прекрасном состоянии тоже. Это домашняя работа, работа, которая делалась душой. Вот видите, прям все аккуратненько. Все скатерти накрахмаленные. Вот еще одна красотка, но, к сожалению, вот есть вот такое вот желтое пятно, его нужно выводить. Но мне нравится это больше, чем предыдущее, потому что здесь вот такое есть кружево. Кто-то не писал ришелье, я не знаю точное название, но вот я знаю, что моя бабушка делала такой кружево, она вытягивала ниточки, а потом соединяла вот эти вот стрижками, делала рисунок, соединяла узелками. И получалась вот такая красота. Очень красивая, аккуратная вышивка. И кайма, причем тоже, посмотрите. Скатерть в прекрасном состоянии, но вот предстоит работа, вот такое вот желтое пятно. На вот эта тематика, я думаю, что где-то примерно 60 сантиметров скатерть. Посмотрите, это не крестик. Вышивка немножко, господи, как же она называется, забыла. Здесь такая, знаете, пасхальная тематика, весна. Но не только, мне нравится, что здесь не изображены яйца, цыплята. Поэтому скатерть эту можно использовать всю весну, да, не обязательно только по тематике. И опять же, вот эта вот обработка, вот это вот кружево. Очень-очень красиво. Без пятнышек, небольшая, на два человека. Здесь очень принято в Германии, если у тебя свой дом, вот именно чай пить, кофе на веранде. То есть вот во дворе ставится маленький столик, удобные кресла. Сколько раз замечала, поэтому у меня прям мечта, чтобы была обязательно веранда или вот какой-то прям вот навес, уютный уголок во дворе. Далее вот такая большая скатерть. Это лен. Кладу, вернее, перпендикулярно, вот знаете, на уголок, чтобы вы видели весь рисунок. Посмотрите, какая красивая, плотная леная ткань. Вот такой рисунок. Это вот с обратной стороны идет. И вот такой рисунок, лицевая сторона. По центру на ткани тоже идет вот такая вот вышивка решелье. Давайте я буду называть ее так, а там уже поправьте меня, если она называется по-другому. То есть это вот, видите, она, я думаю, шло очень хорошо видно. Вот такая вот большая. Вот моя бэби просится ко мне. Цвет ослоновой кости тоже. Состояние новой вещи, без пятнышек. Долго лежала и ждала, когда меня, ждала меня, когда я ее, конечно, заберу. Вот, забрала я ее у Артура, потому что, ну вот, невероятно понравилась скатерть. Вот, и она большая, она метр тридцать, примерно на метр тридцать, вот, где-то так. Далее вот такая вот тоже, это леная ткань, она накрахмаленная, ну не такая плотная, как предыдущая, да. И вот такие вот тоже кружево пришиты изо льна. Вот, и смотрится, в общем, неплохо, если это подходит к интерьеру. Такая тоже винтажная. Все скатерти старинные и винтажные. И будут экземпляры, которые я вам покажу. Антиквариат. Тоже не могла не взять, потому что эта история, возможно, возможно, это будет висеть в магазине, как витрина, просто для образца, типа, как вот, музейный уголок, что люди могут посмотреть, что такое было интересное. Для меня это было прям, я слышала, когда мне бабушка рассказывала. Ну, это попозже давайте сейчас, то я откликалась уже от темы. Далее вот такая белоснежная красотка. И посмотрите, это написано, что стопроцентный, я так понимаю, хлопок. И вот это вот, ну, это заводская вещь, там этикеточка есть. И вот такие красивые кружева. Невероятная красота скатерть тоже. Где-то, по-моему, метр тридцать, метр сорок она. Такая огромная. В розовую ромашку. И с великолепным кружевом на скатерти. А это скатерть на круглый стол. На большой круглый стол. Вот такая вот кайма. И в центре великолепное белое кружево. Белое на белом. Тоже смотрится опять вот эта вот техника вышивания. Очень-очень красивая вещь. Тоже она такая старинная скатерть, можно сказать. Такая красотка. Повторю, скатерть на круглый стол. А вот это вот старинная наволочка на большую подушку. Как были раньше, знаете, перо. Как она лежала, видите, немножко испачканная. Такая уже не белоснежная она на пуговицах. И обратите внимание, какие пуговицы. То есть это... Это вот прям ниточки. Как-то я так сделаю. Очень интересно. Вот. Очень-очень красивая вещь. И вот такая роскошная просто. И такая почти 2 метра, может быть, метр 80 дорожка. Посмотрите, какая... А, вышивка гладью. Вспомнила. Боже мой, господи. Вспомнила. Как называется-то вышивка? Вышивка гладью. И опять та же самая техника. Очень красивая такая вышивка на цвета слоновой кости. Материал и подстать великолепные желтые розы. Такая красивая дорожка. Если ее, конечно, привести в порядок, накрахмалить, постирать, отгладить, смотреться будет, конечно, она роскошна. А теперь винтажная... Винтажная одежда, скажем так. Вот это винтажная. А следующая будет антикварная. И я думаю, что вы будете удивлены. Вот такая косовородка. Женская блуза. Это фабричная. Она новая. Не стиранная. Только что снята этикетка. Я думаю, что это где-то 50-е, может быть, 40-е годы. Очень плотно сделан рукав. Посмотрите, как качественно все прошито. Такая, знаете, плотный манжет. Такие вот пуговички. Белоснежное-белоснежное кружево. Летучая мышь. Вот. Возможно, раньше. Возможно, позже. Ну, примерно одежда винтажная. И вот такая вот блуза. Она еще даже с этикеткой. Смотрите, какая красота. Размеры большие, конечно. И вот такая вот этикетка. Такая, знаете, прям на крупную даму. Я думаю, что где-то 52, может быть, 54 вот эти вот блузки. А вот это уже антикварная блуза. Она одевалась обычно под платье, под корсет, чтобы видно были вот эти кружева. И вот ручная работа. Здесь инициалы. То есть вот эта вещь антикварная. Так, интересно. У нас уже была одна рубашка. Длинная, ночная. Я думала, что это ночная. Кубер сказал, что это антикварная рубаха, которую носили дамы под платье. Очень красиво было кружево, и чтобы это было все видно. А наверх одевалось уже основное платье. Такая нелегкая жизнь была у наших прабабушек. Даже в плане одежды. Вы сейчас убедитесь в этом на следующей вещи. А посмотрите, какие пуговички. Нереальная красота. Просто смотрю, радуюсь. Как будто, вы знаете, попадаешь в другой портал времени. Как вы думаете, что это такое? А это нижнее белье барышни. Завязывалось на веревочке, на талии. И здесь абсолютно ничего. Вот так вот все раскрыто, чтобы было удобно ходить в туалет. Вот такие вот панталончики, кружева. Возможно, была резиночка, возможно, нет. Нет, резинки не наблюдается. Вот такие красивые кружева, панталоны, антикварные. Скажу, почему я знаю, что вот это вот нераспоро-то. Моя бабушка рассказывала, что раньше они не носили, не было нижнего белья, трусиков, скажем, да, у женщин. И одевалась под низ очень много-много юбок. Моя бабушка родилась и выросла в Самарской области. И она была не из бедной семьи. Все время рассказывала про это, как... Ну, в общем, ладно. Это другая история. И она рассказывала, что были вот такие панталончики. А мы рассказываем, бабуля, ну это же ветер задывает. Она и морозы были. И она говорит, ну да, ну и ничего. Вот, ну, в общем, вот так вот. Конечно, вещь уникальная. А посмотрите, я так думаю, что размер-то была большая барышня, а талия узкая. То есть вот такая вот барышня-женщина с красивой фигурой. То есть тонкая талия. Такая, имеющая попку, скажем, и ножки не очень-то прям такие худые. Потому что вот они прям свободны. Вот такие вот панталоны. Это уже музейный экспонат. Конечно же, это будет, я подумаю, как это потом все это разместить и под стекло посмотрим. Ну все, друзья. Всем мира и добра. И пока-пока. Ну вот, не могу выключить камеру. Что-то у меня с телефоном. Ну ладно, раз не хочется выключаться, моя камера, я вам покажу еще. Думала, оставлю, но потом. Ну, раз пошла такая прямка. А вот такие вот шесть салфеток. Сейчас я их раскрою. Телефон новый, но бывает, что вот он у меня заедает. Шесть вот таких салфеток. Конечно, если их накрахмалить, они белоснежные, они белоснежные, чистенькие все. Но вот их, конечно, нужно отгладить, накрахмалить, и можно прям украшать стол. Вот такая вот лепота. По-моему, шесть штук. По-моему, шесть штук. Так, дальше вот такая вот салфетка. Но салфетка просто винтажная, стопроцентный хлопок написано, и вышивка. Сейчас вот буду пытаться раскрыть ее одной рукой, потому что телефон новый, хороший, но бывает вот такой вот от перезагрузки, наверное. Не знаю. Вот такая вот квадратная скатерть по углам. Она где-то может быть метр на метр. Вот такие голубые цветочки. Это хорошо пойти на дачу. Мы иногда на даче. Там у нас ничего нет. Просто посажено несколько деревьев, зеленая травка и озеро с пирсом. И стоит столик и грильница. И мы иногда там пьем чай, рыбачим. Вы видели, наверное, все. И накрыть такую весеннюю красивую летнюю скатерть, посидеть, отдохнуть. Было бы замечательно.